Вы пытаетесь заставить своего мужчину скучать по вам, но у вас ничего не получается. Он также редко звонит, не отвечает на сообщения, не приглашает на встречу. Правила, которые я приведу, заставят скучать его и сходить по вам с ума. Также у него появится желание все чаще вас видеть. Первое. Не навязывайтесь. Согласна, что безумно хочется заваливать его сообщениями с комплиментами, но эффекта ожидаемого не будет. И даже наоборот. Вы добьетесь того, что мужчина от вас еще дальше отстранится и, возможно, исчезнет. Позвольте ему ощущать свободу и не нужно душить его своей любовью. Каждому мужчине хочется отдохнуть хотя бы день и побыть без отношений. Кафе, друзья, дача, футбол и даже просто погружение в свой внутренний мир. Второе. Пишите, но с интересом. Не навязываться – это не значит не писать вовсе. Писать нужно, но редко и метко. Обычные сообщения вроде того «Привет, как дела?» Скорее всего, мужчина будет игнорировать. Используйте новые технологии. Интригующие смс, например. «В пятницу вечером я буду ждать тебя в Вайбере. Покажу то, что тебя заинтересует». И если сегодня вторник, он будет считать дни, чтобы вас увидеть. Будет думать о вас. Третье. Не притворяйтесь быть другой. Чтобы зацепить мужчину, нужно быть собой. Не стоит выдавать себя за другую и пытаться показывать только лучшие свои стороны. Искренность и даже простота всегда притягивают. Выдумывать какие-то правила, чтобы его заманить в свои сети, вовсе не нужно. Изображать из себя загадочную ту, которой вы не являетесь. Это ловушка. С названием «Однажды потерять его навсегда». Четвертое. Другие люди напоминают ему о тебе. Это эффективный способ заставить мужчину думать о вас, не забывать вас. Подружитесь с его друзьями и попытайтесь их заинтересовать. Предложите им свою помощь, но только ту, в которой они нуждаются. Например, порекомендуйте лучший магазин для рыбалки в городе или лучшего доктора. Цель такая. Другие люди должны ему напоминать о вас. И, конечно же, со стороны позитива. Пятое. Тормозите бурное развитие отношений. Нелегко это, я знаю, но нужно держать себя в руках. Не стоит соглашаться на все, что он вам предложит. Например, он пригласил вас в кинотеатр сегодня в 6 вечера. Вы можете сказать, что в 6 не получается, но мы можем увидеться всем и просто прогуляться по парку. Или сегодняшнюю встречу вообще отложить на завтра, потому что у вас занятия по изучению английского языка. Если вы будете постоянно ему доступны, то мужчине вскоре наскучит такое поведение. Дайте ему немного поскучать по вам. При этом медленное развитие отношений позволит вам узнать друг друга лучше, что формирует в итоге крепкие счастливые отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова